Ребята, всем привет! У меня хорошая новость для вас. Мои кусты вышли на второе цветение. Вот можно посмотреть, какая вот грива у кустика и появляются уже первые цветы. Вот. Также вторая новость. Сегодня религиозный праздник Маковий. Всех поздравляю и будем делать богоугодное дело. Будем общаться с растениями. И пока вы будете готовить или кушать тамаковые пирожки, я буду рассказывать про питание для роз. Самые интересные темы я решил оставить на потом. Показать сначала свои кусты, как они растут, как они развиваются, что они дают цветение, кусты здоровые. Ну и соответственно можно теперь рассказать, как же я их подкармливаю. Уже было видео на канале первого подкормка роз. Я показывал, как сыплю под кусты торф и кальцевую селитру. Ну и сегодня мы углубимся в мир удобрений и попытаемся разобраться, из чего же они состоят и когда какие нужно давать. Вы, наверное, все слышали такие понятия, как макроудобрения и микроудобрения. Их условно разделяют по составу. К макро относятся обычно азот, фосфор и калий. К микро остальные соли металлов. Ну, в литературе вы найдете множество вариаций. Бывает так, что и к микро относят калий. Проходите. И к микро относят калий. К микро могут еще относить магний. И наоборот, соответственно, какие-то металлы причисляют к макро. Ну, это все путаница. Еще бывают там мезоэлементы, мажорные элементы, соли металлов. То есть вариаций очень много. Для того, чтобы не запутаться, я предлагаю такую классификацию. Я на ней остановился. И она для меня удобная. Значит, азот, фосфор, калий – это макроэлементы, НПК. А все остальное – это будут микроэлементы. В основном это соли металлов. Сегодняшняя тема видео будет по макроэлементам. И как бонус я покажу, как один из них готовлю. Тем более нужен для кустов. Но об этом немножко позже. Значит, что такое макро? НПК. Н – это азот. П – это фосфор. К – это калий. Давайте более конкретно разберемся с каждым. Н – азот. Азот, он встречается в разных вариантах удобрений. Такие, как селитры. Макроудобрения можно поделить. Макроудобрения можно классифицировать как однокомпонентные – это один элемент. Например, нашатырь, там только азот содержится. Потом двухкомпонентные по макросоставляющей. Это может быть калийная селитра. Это может быть манофосфат калия. Там содержится и фосфор, и калий. Может быть балластные удобрения. Например, как кальциевая селитра. Азот выступает основным компонентом. Кальций выступает как балласт натриевая селитра. То же самое. Натрий выступает балластом. Может быть, в магазинах продаваться сборка из трех компонентов. Это удобрения НПК. И вот циферкой вы можете увидеть соотношение азота, фосфора и калия. Например, там 5-5-5 или там 15-15-15. Это будет означать, что у каждого компонента содержится одинаково. Первый элемент, который мы рассмотрим – это азот. Азот очень важен для растений, особенно в начальной фазе роста, весной, когда куст нарастает. Но азот, там не все так просто. Азот делится на нитратный, аммонийный и аминный. В зависимости от формы азота, он по-разному усваивается. Нитратный азот, если вы смотрели мое первое видео по подкормке, я давал кальциевую селитру. Это самый быстрый азот, который доступен через корневую систему. Представителями этих удобрений есть кальциевая и натриевая селитра. Кальций-НО3 дважды и натрий-НО3, по-моему, так, если я не ошибаюсь по формуле. Особенность нитратного азота – он не задерживается грунтом и очень быстро усваивается корневой системой растения. Поэтому весной я даю именно нитратный азот. Следующий вид удобрений или вид азота – это аммонийный. Аммонийный азот хорошо задерживается грунтом, при этом хуже усваивается корнями, но у него пролонгированный срок действия. То есть, получается, мы засыпаем обыкновенную селитру, азот аммонийный захватывается грунтом и потом уже посредством бактерий, которые есть в грунте, он переходит в доступную форму для растений и растения понемножечку его подтягивают. И еще есть такая форма азота, как амидная. Вот кто слышал карбамид, амид, да, в слове содержится амиды, они хорошо усваиваются кроной растения. То есть, амидами мы работаем по листу и хуже усваивается корнем растения. Поэтому, если вы увидели, что не хватает азота растению, можно взять карбамид, разбавить его в воде и поработать по кроне куста. Как определить, что азота не хватает? Ну, во-первых, это мелкий лист на растении, ну, нетипичный, да, вот вы знаете, стандартный размер такой, листик у вас получается маленький, что-то вот не растет, куст не нарастает, это не хватает азота. Второй признак, все листья желтоватые. Не как-то выборочно, а вот полностью кустой такой желтоватый. Это тоже может не хватать азота. И третий признак, отваливаются нижние листья, старые листья у основания растения. Азот это мобильный компонент, он может двигаться по стволу куста. Соответственно, старые листья отдают свой азот в поддержку молоденьким листьям, которые нарастают на верхушке. Подводный камень с азотом. Если вы весной перестарались и в яму дали очень много азота, у вас куст может зажировать. То есть нарастет очень большая крона, вот такой куст будет стоять пушистый, весь зеленый, крупный лист, ветки там толщиной как два пальца. Но при этом куст не захочет цвести. Поэтому с азотом очень аккуратно даем его пояснее. И также азот я даю после первой волны цветения, чтобы простимулировать вторую волну. Видно сейчас вот стоят молоденькие побеги. Это как бы результат подачи селитры в яму. То есть куст начал расти и набивать новые бутоны. Следующий элемент, который мы рассмотрим, это фосфор. Довольно-таки интересный элемент. Я бы сказал даже где-то коварный. Но также он необходим для растений. И без фосфора тоже не получится получить очень красивое цветение. Фосфор содержится в манофосфате калия. Сегодня я покажу, как готовлю рабочий раствор для кустов. Также он содержится в нитромофоске. Содержится в суперфосфате. Там где вы слышите приставочку фос, там есть фосфор. В чем его полезность для куста? Фосфор он дает окраску при цветении. То есть все, что красивое, разноцветное. За это отвечает фосфор и еще калий, скажем так, для вызревания бутона. В чем его коварность? Фосфор нежелательно давать в яму, особенно в больших количествах. Фосфор имеет свойство связываться с металлами, с кальцием, с другими элементами. И получается так, что садовод дает фосфорное удобрение в яму с другими компонентами. Считает, что там все окей, все должно расти. А получается, что не все так хорошо. Происходит из-за того, что была передозировка фосфора. И он там поблокировал все элементы. Поэтому для себя я выбираю вариант работы по кроне. Именно вот монофосфатом калия есть еще гидрат фосфора. У меня такого удобрения пока еще нет. Но на следующий сезон, скорее всего, оно появится. Вторая коварность фосфора заключается в том, что он малоподвижен в земле. Поэтому, когда вы поработали с ямой, это не означает, что он буквально через неделю или через две будет максимально доступен для растения. Обычно фосфорные удобрения, вот если надо, как говорится, основательно подкормить там клумбу, яму, я даю в виде нитроамомфоски. В зиму я ее засыпаю, вот перед морозами немножечко там засыпаю. И получается так, что фосфор с талой водой, с дождями постепенно распределяется в яме, его концентрация уменьшается. При этом он там находится, и он становится доступен, ну скажем так, где-то через полгода, или может даже через год. Поэтому фосфор вот такой коварный, интересный элемент. И третий элемент, который относится к макро, я его отношу к макро, это калий. Калий очень важен тоже для растения, особенно если вы хотите получить красивое цветение, так чтобы цветок очень долго стоял. Калийные удобрения нужно давать, именно вот в момент бутонизации монофосфат калия будет решать такую задачу, потому что там есть и фосфор, и калий. Также калий дается перед созреванием куста в зиму. То есть сейчас пройдет вторая волна цветения, я дам сульфат калия под каждый куст в яму, он разбавится, и куст начнет дозревать, набирать сахара, и очень комфортно зайдет в зиму. Как определить нехватку калия? Ну, скажем так, явно я не встречал такой ситуации по своим кустам, поскольку у меня все нормально по питанию, но на листике, на самом краешке, на самых кончиках будет такое вот пожелтение. Фосфор, нехватка фосфора определяется, как такие коричневые пятна по листу, ну, как будто бы их немножечко припалили зажигалкой. У меня тоже как бы все в порядке, и таких вот проблем я еще не встречал. Теперь давайте подробнее. Когда что даем? Повторю. Значит, азот, азотное удобрение я даю весной, когда кусты открыл, и перед второй волной цветения. Фосфорно-калийные удобрения в виде спрея по кусту я даю, когда заметил, что на кусте есть бутоны. С пульвика задуваю куст, и, соответственно, бутоны выходят возреванием. И больше всего калия даю перед зимой. Это вот конец августа, когда куст закончит вторую волну цветения. Тогда я дам калий в яму. Для того, чтобы еще запомнить, когда что давать, вот на пачках пишут N, P, K. Это получается слева направо. Соответственно, весна – это ближе к азоту. P, K – это срединка лета. И K, последняя буковка – это ближе к осени. По-моему, все просто. Еще по питанию кусту я обязательно даю микроэлементы. Тоже работаю по кусту. Я микроудобрения делаю сам. Научился это делать. Но это очень большая тема. Я покажу, как я их делаю. Еще, правда, не решил. Может быть в разрезе аквариумистики, может в разрезе роз. Но механика приготовления одинаковая. Немножко разные рецепты. Рецепты тоже будут в этих видео. Микроэлементы отвечают за качественное состояние куста. Именно вот хлороз можно видеть, когда листики имеют там желтые прожилки. Пятнышки там какие-то появляются. Соответственно, куст начинает там немножко болеть, там прочее. Здрасте. Да, про розы рассказываю. Для ютуб-канала. Есть ютуб-канал. Пусть заходит, смотрит. Есть видео по газонам. Можно я закончу? Давай, расскажи. Давай послушайте. Так бывает. Итак, ребята, нас немножко прервали. Ну, это как бы нормально. Люди ходят, интересуются. Сегодня мы поговорили про макро-видео. Как бонусом, я сейчас покажу, как приготовить манофосфат калия. И покажу, как работаю по кусту с помощью баллона. Так, ребята, готовим фосфорно-калийные удобрения. Для этого нам понадобится пол-литра воды. Весы для навески, удобрения. Манофосфат калия. Я его беру на развес. Так получается, ну, как бы выгоднее. Не брать же 25 килограмм. И делаем навеску 8 грамм. 7. Ну, чуть больше 8. Не критично. После этого мы добавляем воду. И будем все это перемешивать. Столовой ложки это выглядит вот так. Где-то 3 четверти. Это если у вас нет весов. Но если даже вы сделаете немножко другой раствор, то не критично. Добавляем воду. Я использую магнитную мешалку. Я, как бы, полностью разленился. Да, вот у меня, как бы, есть самодельная магнитная мешалка. Я ее применяю для приготовления микроудобрений. И растворяем монофосфат в воде. Можно это делать в обыкновенной бутылке. Порошок растворяется очень быстро. Буквально пару минут. Ну, и пока он готовится, давайте я вам покажу еще, что у меня есть. Вот этот коробок я называю айсбергом, потому что он большой, он белый. Сейчас я приближу. Большой, белый. Здесь у меня хранятся все компоненты, которые надо для макроудобрений. Частично здесь есть и для микро. Давайте вот, что попалось. это сульфат аммония, аммонийный азот. Еще монофосфат калия. Сульфат калия для возревания цветов, для возревания куста в зиму. Я его буду использовать. Еще пакетики. Это калийная селитра, источник азота и калия. Также можно применять на этапе цветения и после первой волны цветение очень хорошо. Вот помикро. Это железный купорос. вот это большой пакет это магний серно-кислый семиводный. Я его использую для микро. Но тема микро у нас будет немножко позже. Пакет здесь хранится, потому что во втором коробке у меня просто не хватает места. У меня есть еще один такой коробок. Вот если два их поставить то получается что-то такое большое. Поэтому и азберг. Давайте посмотрим что у нас тут происходит. Кстати магнитную мешалку я сам делал, потому что покупать в магазине какие-то заоблачные цены я ух ты немножко рассыпал. ничего страшного это все уберется. Очень удобная штука делается раствор есть движущийся элемент с магнитами в данном случае это мотор от винчестера вот я делал первый вариант из вентилятора для компьютера ну там и свои нюансы моменты мне не сильно понравилась эта мешалка я переделал другой вариант и пользуюсь уже несколько лет можно добавлять обороты вода раскручивается ну и как бы получается процесс перемешивания на дне находится магнитный якорь там магнитики маленькие и запаянные в тефло как бы все видно что ничего уже нет раствор готов для этого мы берем пластиковую бутылку фильтрация здесь не нужно поэтому просто через лейку переливаю бутылочку пробка подсрывная пробка у меня таких бутылок много потому что бывает так что люди заказывают микро нагрузку просят бывают еще и фосфорные удобрения и облагораживаем все это наклеечкой получилась вот такая вот бутылка это фосфорно-калийное удобрение как их разбавляем я беру ну разбавляем для работы уже с кустом я беру 10-15 миллилитров на 2 литра воды у меня уже приготовлен приготовлен баллон двухлитровый я беру ну и так вот где-то 10-15 добавляю дозировка здесь не критична если на пару кубиков ошибетесь то ничего страшного в этом нет одеваю голову на баллон ну и можно выходить на улицу задувать кусты еще один секрет лайфхак у меня на канале есть видео еще по аквариумистике и вот этот раствор который я только что приготовил я его еще использую и для аквариума то есть вот можно буквально с этой бутылочки брать шприцом добавлять в аквариум но с аквариумистикой там немножко другие дозировки немножко другой принцип если здесь 10-15 литров миллилитров на 2 литра воды идет то в аквариум идет где-то 3-5 миллилитра кубика на вот в шприце 3-5 кубиков в шприце я добавляю на 100 литров где-то 1-2 раза в неделю но там уже немножко другая кухня кухня там нужно контролировать тестами вот для роз для других растений цветущих достаточно будет 10-15 миллилитров на 2 литра воды и работаем по кроне фосфор почему по кроне потому что фосфор довольно таки интересный коварный элемент если заливать в грунт то фосфор может связываться с другими элементами с металлами с кальцием блокировать их и поэтому я считаю что оптимальный вариант это работа по кроне ну и доступность будет намного выше и намного эффективнее так берем баллон и идем на улицу задувать кусты итак ребята раствор монофосфата калия готов давайте сразу познакомимся еще с одной моей розой это малышка это на второе лето у меня здесь на клумбе растет называется роза аспирин она же Glacier Magic она же Special Child в каталогах вы ее можете найти по-разному Флорибунда цветет белым цветком но во-первых это вторая волна цветения цветок мелкий и первый ну и еще она скажем так не вышла в полный свой рост поэтому цветочки вот такие у него пока детские сама детка и она вот детская когда я работаю монофосфатом калия когда есть вот такие вот бутоны они готовятся открыться и соответственно нужно обработать куст для того чтобы у растения были все компоненты для того чтобы вызрел цветок и максимально долго он стоял накачиваем баллон смотрите есть такой вариант бывает что дуют струей ну как бы вот сильно если глянцевый лист то бывает так что вода облетает и не закрепляется на растении применяют для этого всякие прилипающие добавки в виде мыла там шампуня но я этим не пользуюсь поскольку считаю что это не нужно мылом забиваются устья через устицы через которые растения дышат поэтому я делаю следующим образом я делаю форсунку поджимаю на самый такой мелкий дождик буквально пыль и таким вот образом куст задувается за счет того что капелька маленькая она не срывается с листа и остается на кроне также если есть на кусте уже цветы стараемся так чтобы вода не попадала там где тычинка излишняя влага вредит цветку и он может просто скажем так сгнить свернуться вот если вы когда-нибудь приходили в магазины где продают розы продавец не разрешает покупателю брать цветок из корзины да вот из вот этой банки потому что многие не знают и вынимают цветок с ножки вода капает в бутон и бутон пропадает поэтому если есть открытый цветочек работаем так чтобы раствор туда не попадал обрызгиваю обрызгиваю до состояния мокрого напомню что в баллон двухлитровый баллон я добавляю раствор который готовится пол литра воды 8 грамм манофосфат калия и из приготовленного раствора я добавляю 10-15 миллилитров на глаз супер точно здесь не надо если вы считаете что допустим это мало кусту надо большую концентрацию дать вы можете через сутки через двое прийти и повторно задуть кустик таким образом я обработаю все свои кусты вот у меня сантана сейчас стоит на бутонах глория дэй на бутонах фальстаф на бутонах и еще покажу сейчас одну розу аделай дле худлейс у меня одна из подписчиц или женщин которая смотрит мой канал задавала вопросы есть ли бутоны на том кусте но поскольку аделай дле худлейс она дает позже бутоны в нем побеги есть но определить четко бутон я пока не могу но в этом видео поскольку я его сейчас записываю вопрос был два дня назад я постараюсь показать что происходит с этим кустом он также будет обработан монофосфатом калия если это цветочки это пойдет только кусту в плюс вот в таком состоянии сейчас находится кустик это новые побеги вот один из них и я не могу понять есть тут бутон или нет скорее всего он появится поскольку здесь есть предпосылка такая и она у меня заходит на бутон именно в такой форме также можно увидеть что недавно куст пострадал от какого-то вот грызуна здесь были такие микро гусеницы я куст обрабатывал микроудобрением поскольку в микро содержится бор и медь то гусенички пропали видны им это было немножко не по зубам или не по вкусу может они просто отравились хотя сами по себе микроудобрения я не считаю токсичными но компоненты которые содержатся возможно для мелких каких-то там букашек являются ну как бы инсекцидами блин еле выговорил надеюсь что я ответил на вопрос по этому кусту будем смотреть будем ожидать сейчас он идет в обработку монофосфатом калия поскольку есть предпосылка на цветение ну и следующее видео я уже буду делать по микроудобрениям это большая тема скорее всего там выйдет может быть два видео может быть три видео темы кстати очень пересекаются с аквариумистикой у меня есть видео на канале по аквариуму поскольку растения есть наземные вот как эти кусты есть подводные но таблица менделеева работает для всех одинаково единственное вопрос концентрациях в режимах подачи удобрений ну и можно добиваться во всех системах качественных растений хоть наземных хоть подводных спасибо ребята за просмотр если есть еще какие-то вопросы именно по макроудобрениям обязательно пишите возможно я что-то упустил возможно вам будет интересно услышать мое мнение по каким-то вопросам все это можно писать в комментариях вот ну на сегодня все еще раз с праздником с маковеем всем хорошего вечера привет спасибо спасибо Продолжение следует...